Лучшим выпускником Северо-Кавказского федерального округа стала Саида Боисова. Выдающихся студентов России наградили на итоговом концерте Всероссийского онлайн-выпускного. О том, как студентка из Карачаев-Черкесии достигла такого результата, в материале Руслана Джукаева. Награждение выдающихся студентов нашей страны прошло в рамках итогового концерта Всероссийского онлайн-выпускного. По результатам конкурса от СКФО выбрали Саиду Боисову. Она родом из Эркин-Шахара, школу окончила в Ротном Ауле. А после поступила в Северо-Кавказский федеральный университет и там начала свой буть к вершине знаний. Я даже не подозревала, что меня туда пригласят. То есть я вовсю готовилась к защите диплома, была вся погружена в учебную деятельность. И звонят мне, представляются, здравствуйте, с Министерства науки и высшего образования. Такое-то мероприятие, хотим вас пригласить. Если вашу кандидатуру утвердят, то пригласим вас в Москву на награждение. Я, конечно же, удивилась. Это было спонтанно. Очень я не ожидала даже такого. За период обучения Саида становилась многократным победителем и призером краевых и всероссийских научных конференций. Стала автором более 50 научных публикаций и даже выиграла грант на реализацию своего проекта. Что для студента важно знать, помнить, чтобы пройти от первого до последнего курса и получить все от студенческой жизни? Ну, в первую очередь, наверное, не бояться. То есть не бояться показать себя, не бояться представлять какие-то свои идеи. Возможно, тебе кажется, что общество как-то странно посмотрит на твое мнение, но на самом деле появляется очень много сподвижников, которых ты вдохновлять даже можешь. То есть в первую очередь это верить в свои силы и не бояться. По ее словам, мотивацией для ее достижений служила семья, где всегда отдавали приоритет развитию знаний, чем материальным ценностям. В моей жизни каким-то ориентиром всегда была моя семья. То есть в моей семье ценность у образования была очень высокая. У меня дедушка орденоносец, у него есть медали Ленина, с бабушкой, обе бабушки, то есть работали в школах. Дедушка был первым директором на Гайской школе. То есть, ну, все они были как-то связаны с образованием. Я знала то, что в какую бы нишу я не пойду в дальнейшем, то я должна буду там добиться таких высот, чтобы, ну, чтобы мной гордились, наверное, чтобы не понижать планку. Саида и дальше планирует продолжить учебу и заниматься развитием своего проекта. Руслан Жукаев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.